11 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2439, тема «Проповедь благовестия». «Почему иеромонах отец Нафанаил не проповедует у вас в церкви?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Он сейчас в Греции, там все лето проповедуют. Вот только две проповеди, полученные оттуда. Такие наставления не помешают и нашим послушать, а не только коренным грекам. Когда он здесь, то говорит по учению, хотя и не на каждом богослужении. Выходит, что еще не очень о том ревнует. Кавычки открываются. Послание к Галатам, 1 глава, с 11 по 19 стихи. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сегодня апостол Павел говорит нам, что Евангелие не есть дело человеческое, но дано прямо от Христа. Эти очень простые, на первый взгляд, слова, на самом деле имеют великую силу, которая или спасает нашу душу, или губит ее. Этими словами призывается на суд наша личная вера в Иисуса Христа. Апостол как бы спрашивает нас, вы, сегодня стоящие в храме, от кого получили свою веру? От людей или от Бога? Вы, которые приходите сюда, вы приходите сюда по привычке или чтобы встретиться со знакомыми, или же Дух Святой очищает вас здесь, и со слезами радости и покаяния вы идете отсюда домой. Вы называетесь христианами только потому, что родились в христианской семье и были в детстве крещены, или же вы полюбили Иисуса Христа, полюбили Евангелие и любите исполнять Божьи заповеди? Такой вот вопрос ставят перед каждым из нас сегодня слова апостола Павла. Откуда наша вера? От учения человеческого или от Духа Божия? Апостол Павел был рожден в единственной правильной вере и был научен словам единственного верного Писания. Он был очень верующим и ревностным, по закону он был непорочен. Но он был научен от людей, а не от Бога. И когда увидел христиан, которые были научены от Бога, то стал их убивать с большой ревностью и верой. Так бывает и в наше время, когда кто-то полюбит Бога по-настоящему, и начинает менять свою жизнь, то те люди, которые являются христианами только по названию, начинают убивать в нем веру и говорят, что не нужно так много молиться, что не нужно постоянно носить приличную юбку и покрывать голову, что можно и танцевать, и песни блудные петь. Они говорят, будь как все, посмотри на нас, ведь мы тоже в церковь ходим, но и на свадьбах веселимся, и одеваемся как все, и косметику используем. Так живые мертвецы стараются убить в новорожденном от Духа Святого настоящую веру. Иногда это у них получается. Что же говорит об этом апостол Павел? Он говорит, что когда принял от Христа веру, то не стал советоваться с плотью и кровью, а пошел проповедовать, как повелел ему Господь. Так и среди нас бывают люди, которые, уверовав по-настоящему, слыша призыв от Духа Святого, уже не слушают тех людей, которые живут по плоти, и являются христианами только по названию. Но это бывает сегодня очень редко, и мы видим, что почти все сегодня являются христианами по человеческому научению, а не по личной горячей вере во Христа. Посмотрите на себя и определите, от кого вы научены, от людей или от Бога. Определить это очень просто. Посмотрите, на что вы тратите больше времени, на чтение Священного Писания, духовных книг или на просмотр телепрограмм. Посмотрите, о чем вы больше разговариваете с людьми, о духовном или о мирском. И когда вы честно ответите на эти вопросы, то поймете, живы или мертвы вы духовно на сегодняшний день. Но что же делать, если вы поняли, что мертвы духовно и верите только по привычке? Начинайте молиться Богу, просить, чтобы Он Духом Святым обновил вашу душу и дал настоящую веру. Только тогда Бог сможет спасти вас. Богу нашему слава во веки. Аминь. Кавычки закрыты. Кавычки открываются. Послание Галатам. 2 глава, 16 стих. Апостол Павел пишет Галатам. Апостол Павел говорит о себе и о других иудеях, которые раньше исполняли закон Моисеев. Он говорит о том, что никакой закон не может изменить человека. Закон может только сказать, что можно делать, а что нельзя. Закон предусматривает и наказание за нарушение. Закон Моисеев был законом религиозным, а все нарушения этого закона были грехом. Какое же наказание он предусматривал для грешников? Апостол Павел говорит, какое в послании к римлянам. Возмездие за грех – смерть. Римлянам 6.23 Таким образом, закон запрещает делать грех и осуждает на смерть за грех. Закон не может ни спасти, ни дать силы для исполнения заповедей, ни простить греха. По закону, по справедливости Божией, все мы осуждены на смерть за наши грехи. Но, как говорит Ава Исаак Сирин, не назови Бога справедливым, потому что мы согрешили, а Он отдал Сына Своего за наши грехи. Пришел Сам Бог и научил нас покаянию, сказал, что верующий в Него имеет жизнь вечную. Иоанна 3.36 Умер за нас на кресте, простил нас, дал нам Духа Святого, то есть дал нам прощение за нарушение закона, дал нам силу не нарушать закон и дал нам жизнь вечную вместо вечной смерти. Поэтому апостол Павел и другие иудеи оставили закон иудейский, уверовали во Христа, чтобы иметь прощение и вечную жизнь во Христе. Смотрите, как он говорит о себе. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Этими словами он указывает признаки человека, который уверовал во Христа. Такой человек делает поступки, какие делал бы Христос, и имеет мысли, какие имел бы Христос, то есть добрые и самоотверженные. Многие ли из нас могут сказать про себя, что живет в нас Христос? Многие ли из нас живут в Духе Святом, делают много добрых дел, любят читать Слово Божие и проповедуют о Христе? Покажите мне таких людей среди православных. Они есть, но их единицы на тысячи. Но если мы не живем во Христе, то мы никакие не христиане. Если мы не живем в Духе Святом, тогда наше православие становится набором правил, запретов, то есть законом, который мы все равно нарушаем. Тогда мы становимся иудеями, исполняющими православный закон по привычке, тогда мы осуждены на смерть. «Посмотрите на себя. Кто вы? Христиане, которые несут благодать и спасение миру, или вы иудеи, которые соблюдают посты и приходят в синагогу по традиции? Не спасут нас посты и каноны, потому что если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Мы должны горячо и самоотверженно полюбить Христа и нести Его Слово в мир, только тогда богатство православия будет для нас помощью и спасением, а не мертвым осуждающим законом. Братья, полюбите Христа и исполняйте Слово Его. Аминь». Кавычки закрыты. «На голубятню лезу каждый день. Хозяйство смешное всем корыстным. Сосед скривится, как ему не лень. Девчушка малая и та со смеху прыснет. Конечно, на высокой каланче не просят, как знаете, кормлю я. Сейчас в вистоках выстрелит прощай. Не все же мерить емкою кастрюлей. Воркают и целуются нещадно. А может, это тоже в память нам, столь заземленным, дико беспощадным, затасковать умерших, почтить по именам. Непроходимы дебри суеты. Мы зацелованы делами, что для чрева. В укор, в насмешку нам все жития святых. Ведь обходились же во льдах без подогрева. Из рук испуганной стремгла взлетает голубь. Вот так же мы все дорожим свободой. Не своеволием оно затем уколет, а кажется совой ночной и подлой. И сколько бы их не сгоняли с крыши, через минуты снова возвратятся. Мы в рассуждениях берем намного выше. Путь и в скорбях держать к Христову Царству. То коршун вымернет, хватая беззащитных, то ястреб, затаившийся в ветвях. А как бы ни был ты подкован и начитан, не забывай, у дьявола всегда в руках петля. Защитой голубю прекрасное ружье, решетки и замок на голубятне. К защите Господа, когда нужда прижмет, когда намнет бока и осрамит изрядно. Училище и здесь я нахожу, сооружение на вид, хотя простое. Здесь грань за облачным, иную зрю, межу, где Библия возносит к Иегове. 28 ноября 2004 года Игнатий Лапкин Редактор субтитров А.Семкин